привет дорогие мои подписчики дорогие мои друзья здравствуйте все кто может быть только зашел на мой канал и смотрит сегодня мое видео я хочу в этом видео немножко поделиться своими мыслями и рассказать о том что я чувствую как я проживаю эту первую неделю карантина жесткого карантина который вели во франции с 16 марта если мне не изменять память но если по порядку все магазины коммерческие были закрыты с прошлого воскресенья то есть вот ровно неделя мы сегодня у нас воскресенье 22 марта до 17 марта были закрыты все магазины все торговые центры все кафе все рестораны остались работать только все структуры жизненно необходимые для существования это госадминистрации продуктовые магазины аптеки больницы врачи работают и автозаправки что я хочу сказать эти жесткие меры которые были приняты во франции я считаю это достаточно правильный шаг был сделан правительством потому что глядя на то что сейчас происходит в испании становится ужасно больно осознавать сколько людей мы под мы потеряли я когда говорю мы это человечество это в целом весь мир и это очень грустно осознавать потому что мы теряем людей в первую очередь пожилых людей зрелого возраста так вот карантин который вели во франции на мой взгляд это правильно потому что возможно мы сможем таким образом уменьшить количество тех людей пожилых которые могут заразиться от нас от более молодых и уменьшим тем сами тем самым те жуткие цифры которые каждый из вас я думаю знает и наблюдает и я обращаюсь к своим соотечественникам ко всем кто живет на просторах постсоветского пространства или может быть не только я знаю что у меня среди моих подписчиков есть люди которые меня смотрят мы говорим на одном языке но мы живем в разных точках мира в разных частях света я хочу вас просто я хочу вас призвать к тому чтобы быть немножко более законопослушными гражданами исследовать всем рекомендациям врачей иммунологов вирусологов что нам советует но в принципе моё видео сейчас мое видео сейчас не об этом я хочу поделиться тем как можно выживать вот в этих сложных непривычных для нас для нас условиях для меня тоже это условия непривычные но у меня была мысль с понедельника 17 марта взять отпуск на работе за свой счет на одну неделю потому что я достаточно сильно устой физически я хотела взять отпуск за свой счет на неделю в первую очередь чтобы подготовиться к экзамену который у меня должен был быть в конце марта ну и как вы понимаете который уже естественно отменен и я хотела воспользоваться этим моментом чтобы подготовиться к экзамену сделать скажем такую ревизию моих моих знаний по грамматике французской и в то же время я хотела еще просто немножко отдохнуть ну вот часть моих желаний сбылась у меня была возможность за эту первую неделю я скажу вам честно я отдохнула я хорошо то спалась и очень много разных мыслей меня посещала за это время это очень время самоизоляции которая позволяет нам глубоко заглянуть в нас внутрь и каким выводом я пришла что действительно то что я слышу друзей с кем общаюсь многим очень тяжело придумать занятия чем заниматься но и это объяснимо потому что мы больше переживаем о ситуации в мире что происходит сейчас дай наши наше сознание занято немножко не тем немножко в стрессе мы находимся поделюсь с вами что мне помогает какие занятия я для себя нашла дома и может быть это поможет уже вам ну во первых это естественно это естественно генеральная уборка дома генеральная уборка дома она помогает не только разложить по местам те вещи которые у нас есть которые не на своих местах она помогает не только навести порядке чистоту в доме но генеральная уборка также помогает навести порядке в нашей голове как ни странно когда мы убираем мы как бы тем самым наводим порядке в нашем сознании раскладываем по полочкам все то что у нас смешалось в голове второй момент значит вот генеральная уборка это очень хорошо можно распределить обязанности по дому кто-то занимается одним помещением кто-то другим помещением или просто вы сами остальная семья чем-то другим занимается но для меня уборка это панацея уборка помогает мне как-то очистить мое сознание затем виду того что у нас ограничение ввели по выходу на улицу вот во франции мы не можем например выйти на улицу просто так если хочется пойти увидеть друзей пообщаться с кем-то нет мы можем выходить раз в неделю за покупками за продуктами в магазин в аптеку и можем выходить раз в день прогуляться просто по свежему воздуху в квартале где вы живете то есть поэтому конечно нет возможности немножко знаете как проветриться и очистить тоже свое сознание немножко сменить картинку поэтому физические упражнения всегда наше все и если есть сад если есть огород это конечно вам повезло больше чем тем кто живет в квартире сад и огород всегда помогают тоже работа на воздухе на свежем воздухе работа с землей это очень хорошая трудотерапия которая нас тоже спасет третий момент я я просто подгляду в бумажку которую себе написал вот я покажу вам свои маленькие набросочки третий момент который мне помогает из того что я заметила чтение как-то вы знаете чтение не очень мне заходит в голову потому что наверное потому что голова занята не тем чем нужно вот этими всякими всякая информация состоянии в мире поэтому мне чтение не очень заходит в голову и плюс я читаю литературу более такую научную это еще сложнее музыка вот слушание музыки классической музыки тем более сейчас вы можете легко слушать венскую оперу парижскую оперу балет большого театра можно смотреть бесплатно зайдите в интернет поищите какие есть бесплатные сейчас возможности смотреть что-то и слушать онлайн то есть вот музыка всегда помогает ну и соответственно музыка какая вам нравится дальше фильмы позитивные и не надо смотреть фильмы о войне простите не надо смотреть фильмы какие-то очень такие жуткие лучше что-то расслабляющие отвлекающие мюзиклы комедии и аудио вот аудио подкасты радио послушать это тоже как-то я заметила меня отвлекает то есть вы в то же время можете чем-то думать и слушать либо смотреть те же видеоролики на ютюбе с ваших любимых авторов есть тоже возможность этим заняться и что я еще для себя выделила у меня это конечно же какие-то небольшие физические упражнения которые я делаю там нагрузку даю себе не больше 10-15 минут в день больше не могу себя заставить я лентяй и конечно же различные виды рукоделия здесь это может быть и рисование и вышивание рисование не рукоделие это больше вида творчества но это тоже то что мы делаем руками рукоделие называют то что мы делаем руками вышивание шитье вязание рисование я не знаю лепка лепка пластилином декупаж кто что умеет кто что любит аппликации и так далее и конечно же приготовление кухня тоже как-то она переключает спасает я вот долгое время уже не делаем ничего сама из теста тоже вот появилась возможность сделать что-то естественно и еще поделюсь с вами то что у меня сейчас хорошего в жизни это то что я наконец-то тебя взяла себя в руки и сейчас у меня такая небольшая диета я отказалась от сладкого потому что понимаете сами находиться дома меньше физических нагрузок хочется оставаться в хорошей форме я отказалась от сладкого опять я вот уже и это сделала раньше чем начали карантин но карантин не в этом как-то помогает то есть я не ем сладкое я не ем хлеб я не ем изделия содержащие муку и сахар это это уже немало но и плюс я следую принципам раздельного питания думаю что это по мне поможет чтобы из карантина выйти не с плюсами в килограммах а с минусами вот такое видео думала будет короче получилось длинное я буду вам благодарна если вы друзья в своих комментариях ниже будете делиться и писать как вы проводите время на карантине как чем вы себя занимаете чем вы занимаете детей я кстати хочу свое следующее видео сделать у меня сейчас опять же появилось время я могу делать больше видео и следующее видео которое я хочу сделать это наверное как можно вообще подготовиться к карантину потому что вот мне кажется что в россии в украине в молдове странах постсоветского пространства куда еще эта волна инфекция не дошла так сильно как сейчас в западной части европы я думаю у вас есть время к этому подготовиться и вы можете себе пойти купить например для деток занятия раскраски рисования краски фломастера карандаши чтобы они что-то было дома заниматься это следующее видео то о чем я хочу снять свое следующее видео я буду вам благодарна если вы в комментариях напишите как вы проводите дни самоизоляции дни карантина чем вы занимаетесь что вам помогает и если вы просто камень прокомментируете то что я делаю мне тоже будет очень приятно спасибо вам большое всем нам крепкого здоровья и до наших ближайших следующих встреч я вас обнимаю целую и всем пока